Привет, привет, друзья, подписчики и привет всем, кто смотрит мои видео. Итак, продолжаем экспериментировать. И вашему вниманию сегодня предлагаю видео, которое создано с помощью искусственного интеллекта. Сегодня пересмотрел интернет и выбрал один из самых интересных вопросов, которую задают автовладельцы. Что лучше и почему я должен использовать высокооктановый бензин в автомобиле? Часто эта тема является причиной перепалки во время спора и каждый приводит свой аргумент. Создаем этот вопрос искусственному интеллекту и вот что он нам ответил. Вам не обязательно заливать в бак автомобиля бензин с высоким октановым числом. Тем не менее, если в руководстве на ваше транспортное средство автопроизводитель рекомендует все же использовать топливо с определенным октановым числом, то мы рекомендуем вам следовать совету автопроизводителя. Но если время от времени вы будете заливать в бак машины бензин меньшим октановым числом, то ничего страшного не произойдет. Если вашему автомобилю предписано использование высокооктанового топлива, то как правило силовой агрегат вашей машины имеет более высокий коэффициент сжатия по сравнению с теми моторами, которые используют в своей работе более низкооктановый бензин. Также сам двигатель, рассчитанный на работу на бензине с высоким октановым числом, имеет у себя опережающую систему зажигания. Но не стоит опасаться, что при заливе в бак низкооктанового бензина, двигатель вашей машины получит какие-то повреждения. Благодаря постоянному развитию автомобильных технологий все современные машины управляются сегодня электроникой. В том числе и работа двигателя, поэтому не беспокойтесь. Если вы зальете в бензобак низкооктановое топливо, электронная система впрыска самостоятельно настроит работу мотора. На нужный и оптимальный уровень без ущерба основным системам данного силового агрегата. Максимум, что может ждать вас, так это небольшая потеря мощности и все. Если ваш автомобиль достаточно мощный, то скорее всего. После залива бензина с меньшим октановым числом, вы можете и не заметить разницу в работе двигателя автомобиля. И еще важный вопрос. Если необязательно заливать в пак автомобиля бензин с высоким октановым числом, тогда будет ли это влиять на экономию бензина? Послушаем ответ от нейросетей. Обычно, использование низкооктанового бензина, если это соответствует рекомендациям производителя, не должно существенно повлиять на расход топлива. Изменение октанового числа бензина может не привести к ожидаемым результатам экономичности, так как автомобиль будет израсходовать чуть больше низкооктанового, чем высокооктанового бензина. Ну и спасибо, кто досмотрел видео до конца. И просто подписаться и прокомментироваться. Что вы думаете об этом интересном вопросе? Нравится ли вам такой формат видео? И предлагайте ваши вопросы, о которых вы хотите услышать компетентный ответ от искусственного интеллекта. Продолжение следует...